Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви-кошелек. Подробная информация в описании. Он, тем не менее, ухитряется делать штуки, которые меня, например, задевают. Задевают тем, что я не понимаю. И одно дело, когда там поет Хиль, я не понимаю, мне абсолютно понятно. И шел бы он нафиг. Или Хиль поет, или Утесов, но я не понимаю. Но когда этот на новом каком-то непонятном языке, новым набором символов начинает оперировать, меня это начинает жутко беспокоить. А никто лучше не говорит о монтворчестве, чем Александр Григорьевич. А я просто честно говорю, что меня это беспокоит. А я не знаю, для меня любое. Для меня что ты, что Моцарт, что даже сам шнур, это слово творчество я не понимаю. Я знаю, откуда оно берется. Я знаю, какие приводятся механизмы мозговые для того, чтобы оно произвелось. Поэтому меня этим не впечатлишь. Но когда человек... Все привыкли открывать, грубо говоря, сейф привычной комбинацией. И те, кто ее знают, становятся великими и знаменитыми. Ты берешь, и вместо того, чтобы там подбирать, ждать щелчков, и подбирать какие-то специальные коды, ты берешь, нажимаешь в эту броневую обшивку пальцем, у тебя открывается сейф. Меня это возмущает. Александр Глебович, а как такие метаморфозы произошли с Невзоровым? Сначала дружба со Шнуровым. Меня это просто потрясло. А теперь с Фараоном. Это же вообще все... Вы же хайпуете просто... Нет, оба хайпа здесь нет. Я же не дружу с какими-то другими, не будем называть. Там есть и вполне симпатичные, и совершенно патологические люди. Но нет, это вообще в моей компетенции все эти персонажи. И то, что они... Это первые среди равных. Это первые, это главное, это наиболее успешные производители интеллектуального контента, которые держат в магическом притяжении тысячи, сотни, тысячи миллионов людей. Я обязан понимать, как они это делают. У меня сын слушает фараона, прям заслушавшись. Он не понимает, как я езжу на старушку Бейонса, они не понимают. Для меня он говорит, папа, это такая, она из какого века? Нет, я согласен с вашим сыном. Нет, ну это там. У нас вот живой фараон поделись, он какой-то Бейонса, и что знает, куда ездить. Вот, это просто актральное эпизодие. Куда-то куда ехать, это даже не обсуждать. А с вами лучшие мамы и браты? Как удобно. Я... Мое уважение. Фара, милый, приезжай, будем разговаривать. Да, и давай, и сережки позванивай. Ну, мы сейчас одновременно будем разговаривать. Не, мы от себя отдыхать не можем. Ну, такого. Алкогольный пиво. Я все знаю, понимаешь, всегда курение, это некий, как ни странно, интеллектуальный акт, и вот на твоем языке тебе должно быть понятно. Я просто хочу вам большое за эфир, очень интересно, познавательный, как вы умеете, с юмором. И мой вопрос как раз заключается в том, что вы очень много говорите о том, что понятия Родина, патриотизм, понятия устаревшие. И в то же время вы сами утверждали, что в начале своей коллеги, в секунтовскую эпоху, вы тоже были... Вы из Патрозаводска, в общем-то, на кого? Я вы инженер-патриотизм, автоматолога. А меня, пожалуйста, дайте, я гуманитарю, как это будет так. Это произойдет. На самом деле, это не страшно. Этому не надо. Можно? Там не провинции Римской империи, куда не доходили ни римские науки, куда все преимущества римской цивилизации просто не могли добраться физически. Там были только гарнизоны, только для человека, который занимается каким-то другим делом, не столь публичным, совершенно не подъездом платил. Это дельхокефал, это искусственно измененная форма черепа, которая была обязательна для, например, жреческого сословия. А каким образом она изменилась? Элементарно совершенно. Младенцу, начиная с 5-6-дневного возраста, навязывалась на голову система дощечек, бинтов и ремней, которые на протяжении двух лет... Скифы вообще вытягивали себе череп почти на 30-40 сантиметров. Смотри, у Сережи, самых лучших трилобитов я подарил ему. Да, у меня самые лучшие трилобиты в мире. У него кал, вот черепогиен, крокодилов, первая скрытая когда-то Сашка-лягушка. То есть, короче говоря, все то, что необходимо человеку для жизни. Ну, я могу сказать, что ничего прекраснее в жизни, может быть, не видел, чем эта комната.